Привет, мои дорогие друзья, подписчики и гости моего канала. Спасибо всем огромное, кто меня смотрит. Спасибо, ребят, за поддержку. Ну и, конечно, господа танкисты, не забывайте подписываться. Вам ведь сделать это несложно. А мне это очень приятно. И это действительно поможет моему каналу развиваться дальше. Ну что, мои дорогие друзья. В сегодняшнем ролике хочу представить вам такой классный бой. На вот этом вот танке. Хомяк его называют. Т-54Е1. Американской ветки. Ветка, которая идет на Т-57 Хэви. Что рассказать по танку, ребят? Давайте смотреть. В процессе боя я вам расскажу, что по чем, что за танк. Как он играется. Переходим в мой реплей. Он у меня в избранных. Карта Нью Бэй. Ну, как вы можете видеть, мы на самом дне списка играем против десяток. Пройдемте по сетапу противника. У противника три тяжелых танка, три ПТшки и один средний танк. У нас же два тяжелых танка, два средних, один легкий, две ПТ-САУ. Ну, здесь, судя по сетапу, понятное дело, что противник либо не поедет совсем на мост, либо поедет всей командой. Ну, поэтому я считаю, что мне как бы туда ехать не стоит. И решил попробовать поиграть от центра. Что сказать по самому танку Хомяк? Ну, как, танк по скорости чем-то напоминает Супер Першинг восьмого уровня. Ну, а по динамике, как бы по маневренности, конечно, маневренный он более-менее хорошо. Ну, и из плюсов у него это очень точное орудие. Мне оно нравится. Подсветили со четвертого. Даем каток ему, переключаясь на подкалы. Два выстрела из трех заходят в ИС-4. Откатываемся на КД барабана. Скорость, конечно, медленоватый он. Ну, а так, в целом. Это из минусов. Вижу, что стандарта не пробьешь. Смотрю, сюда катит хэви. Думал, будет упарываться вниз. По мосту, но он решил падать туда. Ну, и почему бы не поработать по нему. Вот видите, куда снаряд делся, в этот момент не понял. Раз, шот. Два, шот. Опять, реализация. Два из трех. Ну, плоховато, конечно. Полторы минуты боя. Счет 3-0. Мы уже сливаемся. Ну, уже реально, мне было такое ощущение, что мы все просто это железный слив. Выжать Е5. Смотрите. Бум. Что за выстрел? БК первым выстрелом. Вот обратите внимание, куда я стрелял. В Е5. Я уже так раза три или четыре подрывал ему БК именно в эту точку, когда стреляешь. Еду помогать вафле. Сюда кальция Яга. За счет того, что орудие точное. В НЛД я его пробил. И как бы подровняли уже счет. 3-3. Уже немножко как бы что-то было похожее на победу. Забирает Хэвик вафлю. Даю по нему шот. Танкую его. Танкую стандарта. Даю шот по стандарту. Куда делся снаряд вот еще раз. Я тоже не понял. Что-то в этом патче очень часто такое случается, что снаряды как-то вот исчезают, пропадают. Не знаю, как холостыми действительно как-то стреляет. Не успел. Докадешится. Уехал. Все. Опять счет уже 5-3. Мы снова летим. Выкатывается вафля. Ну, я здесь не успел правильно навестись. Шот. Второй шот. Вафля-ангар. Вижу, что докатит Хэви. Значит, мне надо быстро-быстро отсюда уезжать. Насколько там возможно на хомяке. Вижу, что он гонится за мной. Но буду пробовать уходить сюда. Потому что где-то кантается стандарт. От Хэвика успел получить. Орудие докадешилось. Выезжаю. Здесь бабаха. Шот. Ангар. Понимаю, что где-то сзади еще катается стандарт. Ну и начинаю здесь вокруг танков маневрировать, дабы спрятаться, чтобы не было ему варианта по мне стрельнуть. Шот. Кружусь. тут чисто, наверное, танканул. На везении, наверное, что ли. Я думаю, так. Пока орудие кодешится. Выезжаем, пробуем. Тут уже, как бы, у нас есть шанс. Но у меня ХП совсем мало. Ну и Хэвик шотный, в принципе. Ис-7 какой-то у нас совсем неадекватен. Я его поджидаю. Вот с первого выстрела я не пробил. И все, что-то я не знаю, как-то растерялся. Начал палить наугадку. А третий выстрел вообще куда он делся, я не понял. Ну, тоже, видите, бывает, все-таки переживаешь, чтобы не слился этот бой. Ну и Ис, вместо того, вместо помощи просто его таранил, а тот успел до кодешиться и забрал меня. Все уже переживали, думали слив. Но все-таки Ису-7 хватило мозгов еще раз его подтаранить. И это оказалась чистая победа благодаря танку Хомяк. Как можете видеть, я нанес 5304 урона, сделал 5 фрагов, получил медаль Оськина, получил медаль Редли Уолтерса, основной калибр Воин, ну и, конечно же, Мастер. Так что, ребят, вот такой вот бой, как может, посмотрите, у нас Шерик слился с нулем, Вафля слилась с одним шотом, Ваза слилась с двумя шотами, Гриль слился с двумя шотами, ну, в общем, как бы, я не знаю даже, что сказать. В этом бою реально мой Хомяк рулил и просто затащил эту катку. Так что, ребят, кто качает Хомяка, я думаю, вы будете приятно как бы удивлены, что Хомяк обладает настолько точным орудием, есть какая-никакая бронька, ну, какая броня у среднего танка, по сути, никакой, конечно, нет. Когда-никогда, но, сейчас уже вы видели, он умеет танковать. Единственное, что я говорю, его минус это то, что он динамик, он слабо разгоняется, медленный, а так, маневренный, ничего, видите, он петляет вокруг танков смело. Качайте, не пожалеете, кто идет на Хэвика, этот обзор, в принципе, посвящается вам. Кому понравился этот бой, ребят, ставьте обязательно свой лайк, пишите мне комментарии, если есть вопросы по танку, если вообще просто хочется пообщаться, пишите, рассказывайте, свои интересные бои присылайте, мне будет интересно там посмотреть, пообщаться с вами, поболтать. Ну, и, конечно, не забывайте подписываться на канал. Ну, на этом, ребят, мы с вами прощаться, всем желаю только хорошего, побольше адекватных союзников, берегите себя в это непростое время, до новых встреч, мои дорогие друзья, и всем пока-пока. Пока-пока.